Девять двадцать на часах. Через десять минут начнется торжественная церемония возложения цветов к обелиску славы. Все на местах, площадь замерла в ожидании. Девять двадцать на часах. Традиционно сегодня волонтеры Победы всем выдают вот такие вот георгиевские ленточки. Спасибо вам огромное. Символ доблести, военной славы и нетрадиционной, хотя уже за два года стал тоже традиционный атрибут маски. Спасибо огромное. Будем пользоваться. Парад Победы в этом году скромнее привычного. Без больших трибун для зрителей на центральной площади военной техники, танцев и песен. Вход на площадь только для немногочисленных ветеранов. Эпид-обстановка обязывает. Однако ульяновцы все же смогли посмотреть парад вживую. Сын работает в МЧС. Сегодня он будет здесь, на этом прекрасном празднике. Пришли с внуками, с дочкой. Так что мы очень рады. Гордимся, что наши ульяновцы действительно чтят, почитают этот праздник. Столько пожилых людей. Это очень прекрасно. Идут просто мурашки по телу. Волнение испытывают и участники парада перед выходом на площадь. Совершенно неважно, впервые или уже традиционно, чувство гордости и благодарности испытывает каждый. Это действительно волнительно. Это страшно. Но одновременно мы понимаем, что это гордость, это честь за тех, кто в те годы отдавал себя. И те, кто защищали. И тем, кому мы можем сказать спасибо за наше мирное небо. Я участвую уже не первый раз. Я участвую третий раз. Я с первого курса, как увидел, как маршируют наши парни, я тоже так захотел. И я к параду отношусь очень хорошо, потому что это все-таки память нашим прадедам. Они сражались за нас. И вот благодаря им, вот мы сегодня, наша страна такая замечательная. И, по крайней мере, мы все счастливы, здоровы. Это самое главное. Товарищ полковник, войска Ульяновского территориального гарнизона, вознаименование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построены. Командующий парадом полковник Райян. Торжественным маршем по центральной площади Ульяновска прошли суворовцы и ветераны боевых действий, юнормейцы и войска Ульяновского гарнизона. Плечом к плечу, равнением на трибуны. Здесь среди почетных зрителей ребенок войны Тамара Баранова. Ее отец погиб под Сталинградом в 41-м. Мать одна уберегла и подняла пятерых детей. Чтобы вы были счастливы, чтобы вам не пришлось такое испытать, что испытали мы. Это самое главное. Мы хотим. Традиция последних лет – парады под окнами ветеранов. Все меньше тех, кто ковал победу на фронте и в тылу. Все больше внимания к ним. В гости полежали месяц. И опять в бой. И в бой мы часть угнали. Ушел в Германию. И не в Германию. В границу. В границу. И пошли сквозь. Возь до самого Берлина. Подробнее о войне Федору Никифоровичу рассказывать страшно. События сороковых как ночной кошмар. 19-летнего парнишку отправили на фронт в Сталинград. В тот же год он был дважды ранен. Сам добрался до госпиталя, но путь был долгим. Федора Серебрякова даже признали погибшим. Но сдаваться молодой солдат был не готов. Выстоял и мужественно сражался еще и на Курской дуге. Спустя 76 лет дети, внуки, правнуки и земляки не устают говорить спасибо герою-освободителю. Поздравить с великим праздником Федора Никифоровича в Чердаклы, где сейчас живет герой, приехали первые лица региона. Один из подарков как ветерану, так и всем жителям поселка – новая достопримечательность. Буквально в нескольких метрах от дома Серебрякова воздвигли памятник советскому солдату. На средства российского военно-исторического общества реализуется программа по возведению памятников советскому солдату-победителю. И мы Ульяновской областью вошли в эту программу. Памятник установлен на условиях софинансирования военно-исторического общества России и Ульяновской области. Для Бориса Цветкова открытие памятника особенно ценно. Его отец без вести пропал в самый разгар войны, пока семья выживала в блокадном Ленинграде. Ведь отец пропал лишь в марте, а до марта воевал. Покажите мне на карте, где он без вести пропал. Я давно туда бы съездил, но молчит вы, Ленинград, на каком же переезде, где останки тех солдат? Поисковики и реконструкторы Ульяновской области приняли участие в торжественной церемонии в форме красноармейцев 41-го года. Помним и стараемся сделать жизнь ветеранов комфортнее. О том, чего сейчас не хватает героям войны, тем, кто ковал победу в тылу, поговорили с временно исполняющим обязанности губернатора Алексеем Русских на Совете ветеранов в Чердаклах. Вопросы обещали решить в ближайшее время, в том числе учесть замечания по поводу ремонта дорог, благоустройства территории и памятных мест. Сад памяти. Акцию, приуроченную к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, объявил Владимир Путин. Откликнулись все регионы. В каждом уголке нашей страны появляются деревья. В память о тех, кто не вернулся с полей сражений. В данной акции принимают участие все муниципальные образования Ульяновской области. Там происходит высадка зеленых насаждений, в основном у памятников. Разбиваются аллеи памяти, разбиваются сады памяти при школах и детских садах. Как солдаты стоят в парадном строю плечом к плечу, так и молодые дубки около технического университета выстроились в аллеи героев. В аллею, проходя по которой каждый человек вспомнит своего героя. Того, кто в страшные годы войны добывал победу в кровопролитных сражениях. Или приближал ее стоя у станков, фабрик и заводов. Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну семью. И я считаю, что данная акция очень важна, так как таким образом мы можем почтить память павших героев. Волонтеры, силовики, преподаватели и студенты вуза. У каждого участника акции своя история и свой герой. Своё высаженное дерево я посвящаю своей бабушке Китаевой Лидии Ивановне, которая была тружеником тыла. Также, помимо этого, она мать-героиня. К сожалению, ветераны уходят из жизни, их становится все меньше и меньше. Но память о войне, память о героях, о тех, кто отдал жизнь за победу, чтобы мы жили, она остается в наших сердцах. И нужно это передавать следующим поколениям. В этом смысле, аллея победы, которую мы сегодня выставили, 158 пока дубков, маленьких деревьев. Со временем эти деревца, дубки превратятся в дубы. Вот это будет память, в том числе историческая память, о героях, которые ковали победу на фронтах Великой Отечественной войны. Место выбрано не случайно. В окрестностях вуза сразу несколько улиц, названных в честь героев молодогвардейцев. Олега Кашевого, Ульяны Громовой и Любови Шевцовой. Сегодня очень важная акция, в которой вся активная общественность города приняла участие. Это высадка аллеи памяти. Акция завершится 25 мая. К этому времени в Ульяновской области появится более 165 тысяч зеленых насаждений. Всего же в России будет высажено около 27 миллионов деревьев. Ну все, оно уже не упадет. Все, можно отпустить. Вот и стоит. И как дерево укрепляется корнями в земле, так и память о страшных годах Великой Отечественной войны и о ее героях укореняется в сердцах подрастающего поколения. В сердцах тех, на чьи плечи теперь легла святая обязанность по сохранению героической истории нашей страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова